Доброе утро! Сегодня мы с вами едем на экскурсию в Абу-Даби Время 10 часов утра Если верить навигатору, ехать 97 километров И это займет чуть меньше часа Мы находимся в районе Теком То есть будем отправляться из Текома Это станция метро Дубай-Интернет-Сити Кто не знает, это примерно находится между Молл-Авэмбридс и Дубай-Марин То есть отсюда мы выезжаем И отсюда примерно час ехать до Абу-Даби Ну все, поехали в путь Итак, мы с вами выехали на Шейхзайд Роуд Эта дорога идет прямиком на Абу-Даби Как вы видите, слева от нас район GLT находится, Джумай Редак Тауэрс А справа от нас Дубай-Марина Только что мы с вами пересекли границу между Дубаем и Абу-Даби Как видите, поменялся цвет асфальта даже То есть сначала асфальт был такой черный Теперь он уже с красноватым, с коричневым оттенком И слева, обратите внимание, тоже поменялось обустройство трассы То есть если раньше просто были столбы освещения вдоль дороги То теперь здесь еще идут и насаждения То есть деревья Разделительная вот эта зона между полосами движения Она стала такая более широкая И здесь видите ограждения, соответственно И также кустики, насаженные деревья И лампы освещения Кстати, вот эти лампы освещения От Дубая до Абу-Даби Трасса освещается полностью всю ночь Поэтому люди, которые из России приезжают, туристы И кто берут машину, например Они очень удивляются тому, что Как так, между двумя городами Постоянно освещается трасса В принципе, у нас в России такое нечасто бывает Чтобы трасса между двумя городами освещалась постоянно Теперь немножко расскажу вам, как добраться до Абу-Даби Как вы понимаете, сюда метро не ходит уже Общественный транспорт не ходит То есть здесь всего несколько вариантов То есть это либо вы берете машину, вот как мы То есть на Рентакаре, на арендованной машине Едете в Абу-Даби Если вы турист, да Если вы местный, вы можете ехать, соответственно, на своей машине Не проблема Вот И тут также ходят автобусы Можно на общем автобусе поехать То есть от Иван-Батута, мол, ходят автобусы Ну, с автостанции На автостанции садитесь в автобус И уже на комфортальном автобусе вас доставляют в Абу-Даби Третий вариант Это взять тур, экскурсию Естественно, через турфирму Если вы турист, опять же, наверняка вы остановитесь в отеле И, как правило, в отелях там предлагают вам тур, экскурсии Там есть специальная стойка, где предлагаются экскурсии Вот Ну и еще как вариант, можно поехать на такси, конечно же Но я вам этот вариант не рекомендую Во-первых, это, ну, как бы, дорога далекая И недешево будет дорога на такси Но, с другой стороны, если у вас много человек То есть у вас четверо, там, пятеро человек То лучше, все-таки, чем брать такси Или, там, пользоваться автобусом Да, лучше, не знаю, возьмите рентокар И езжайте на арендованной машине Вот, а если вы один или вдвоем То, наверное, будет более выгодно, конечно, взять автобус Или просто тур купить в отеле И все, поехать по туру Поэтому выбор за вами Давайте посмотрим, что будет дальше Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, мы с вами приехали на Яс-Айленд И находимся сейчас на одной из достопримечательностей Это Яс-Марина Ну, как видите, это чем-то похоже на Дубай-Марину Только чуть поменьше В том плане, что тут яхт поменьше припаркована И нет таких невоскребов, как в Дубае Но здесь зато есть на Яс-Марине Другая достопримечательность, совсем рядом Это Яс-Циркит Это трасса, где проводятся гонки Формулы-1 И сейчас мы даже услышим, наверное Тут сейчас едут машины И они тренируются, делают заезды А также, какие еще на Яс-Айленде Есть достопримечательности? Тут еще есть Феррари Парк Либо Феррари Уолт его еще называют Это, ну, знаете, да Здесь самые такие скоростные Есть горки американские И также здесь на Яс-Айленде Есть аквапарк Ну, магазин Икея Мол, Яс-Мол Ну, в принципе, все, наверное Основные достопримечательности такие Кстати, что очень у меня удивило Здесь очень пустынные дороги Сейчас уже вот суббота 11 часов утра Дороги пустые Машин мало на дорогах Не знаю, может, это просто сегодня так попало Либо всегда тут пустынно Честно говоря, не знаю Дороги пустынно Ну, вот мы с вами добрались До самой главной достопримечательности Абу-Даби Это знаменитая белая мечеть Мечеть, на самом деле, очень потрясающая Огромная Вот это на этом месте На этой площадке Прям очень-очень много света И без очков туда зайти Просто нереально Все ослепляет Прям все так светло-светло-светло Ну, как видите, на эту площадку Пока никого не пускают Там огородили То есть, вот есть там зона специальная Куда можно людям заходить А остальные Как бы остальная Вся площадь, она закрыта Для посещения Ну, как видите По-моему, здесь проблемы с полами Начались Здесь вот трещины большие Начались И прямо втисит табличка Что в процессе ремонта Здесь все Наверное, полы в ближайшее время Будут переделывать А теперь перейдем К описанию красот Но красота здесь На самом деле Красота неописуемая И... Ну, вот Ни в каком виде Ни в какими словами Это не передать Это на самом деле Вам надо лично Самим приехать Самим посмотреть Самим своими глазами Все увидеть Я вот... Мы когда жили здесь В Дубае до этого Почти два года За это время Ни разу здесь не были В этой мечети Вот я сейчас лично Первый раз в мечети В этой И потрясен Насколько здесь все красиво Грандиозно Все шикарно Если вы мусульманин И приехали сюда на намаз То вам повезло Вдвойне Втройне Вы будете поражены Насколько здесь красиво В комнате для омовения Насколько все сделано Грандиозно Качественно И удобно Также, конечно же Вы будете приятно удивлены Комнатой для молитвы Именно помещением для молитвы Там тоже все сделано Очень удобно Комфортно И на высшем уровне Теперь поедем дальше Посмотрим на остальные Достопримечательности Что еще здесь стоит посетить В Абу-Даби Сейчас мы с вами едем По еще одной Достопримечательности Абу-Даби Это Карниш Роуд Набережная дорога Как видите С правой стороны У нас идет парк То есть зелень И там уже залив Также видно там корабли Местные Так называемые Лодки Доу А слева Уже современные Абу-Даби То есть это Невоскребы Отели А сейчас мы с вами Доехали до конца Карниша Набережной дороги И направляемся В сторону Марина Мола Да, в Дубае Это сейчас Умничает навигатор Да, в Дубае Есть Марина Мол Вы про него уже знаете В Абу-Даби Тоже есть свой Марина Мол И посмотрите Впереди здание Очень похоже на Атлантис Да, вот тоже Такая же По архитектуре Похожая Концепция Вот И справа от него Такое небольшое Колесо обозрения Ну, вот тут Какой-то парк Наверное Еще что-то такое Парк развлечений Наверное здесь есть Сейчас мы подъедем Поближе И посмотрим Что там находится Вот здесь опять Яхты мы видим Опять Марина И Поверните налево И сейчас мы Повернем налево Посмотрим Что там еще происходит А сейчас мы с вами Находимся в Марина Моле Марина Мол Такой довольно обычный То есть Мол как мол Ничего особенного В принципе В Дубае Таких молов Тоже довольно много В Марина Мол Есть такая хорошая Достопримечательность Марина Тауэр Поднявшись по ней Вы можете увидеть Потрясающий вид На Абу-Даби И как видите Абу-Даби состоит Из множества островов Также Здесь На верхнем этаже Есть Кофейня Ресторан В принципе Вы можете попить кофе Перекусить С отличным видом На Абу-Даби А сейчас мы зайдем В мою самую любимую кофейню Тим Хартон Я очень соскучился По кофе Который он делает Это самые любимые Моя кофейня И там Самый лучший кофе На мой вкус А в России Этой сети нету Тим Хартон Зато есть они В Дубае В Абу-Даби И пойдемте С удовольствием Попьем хороший вкусный кофе Мой любимый Знакомый вкус Наконец-то Я встретил его снова И Тим Хартон Не подвел Друзья Если вы приезжаете В Эмираты Обязательно посидите Какие-нибудь Тим Хартон Ну все С Мариной Мол Мы закончили А теперь Поедем Посмотрим На дворец Тут два дворца На самом деле Один из них Эмиридс Пайлас Это отель А второй Дворец Это дворец Как раз таки Шейха Абудави Поверните Направо Итак Мы с вами приехали В Эмиридс Пайлас Это отель Ну что здесь еще сказать Посмотрите Здесь много туристов Люди ходят Отдыхают Мы просто с вами Прокатимся вокруг А вы просто смотрите Что здесь есть Какие виды Красивые Открываются Наблюдайте И наслаждайтесь Сейчас мы с вами Находимся Внутри Эмиридс Пайлас Зашли в лобби Огромное здесь лобби Просто шикарно Все оформлено Очень красиво Опять же Слова им не передать Не рассказать Видео не показать Поэтому обязательно Приезжайте сюда Сами Посмотрите Зайдите внутрь отеля Это не запрещается Не возбраняется То есть даже если Вы здесь не остановились Если вы здесь не живете Просто Зайдите в отель Внутри прогуляйтесь Зайдите в лобби Тут есть магазинчики Здесь кафешки Можешь зайти Посмотреть Насладиться Красотой Как все оформлено Какое здесь богатое Шикарное убранство Итак Мы с вами находимся Сейчас в уникальном месте Между двух дворцов Прямо за мной Эмиридс Пайлас Отель Пятизвездочный Роскошно Шикарно То что мы были внутри Вы видели Все что внутри происходит А тут Водопадик Такой небольшой Фонтанчики Здесь небоскребы Новейшие Самые последние Отели Современные Тоже И вот прямо там Вдалеке Вот можете увидеть Белый дворец Такой Это мы сейчас Поедем туда Это дворец Уже Самого шейха Абудаби Посмотрим Куда нас там пустят Куда удастся пройти Насколько возможно Близко попытаемся К нему подобраться А сейчас мы подъезжаем С вами К дворцу Самого шейха Абудаби Но Как видите Здесь забор большой Особо много Поснимать не получится Поэтому просто Прокатимся Немножко издалека Территория дворца Очень большая То есть Тут Ездить Ездить можно Вокруг него Но естественно Внутрь тут Никого не пускают Это место Это место Не для туристов Однозначно Ну хотя Вы можете Просто пройтись Прийти Пройтись Прогуляться Рядышком Или прокатиться На машине Не спеша На небольшой скорости Но что-то больше Кроме вот Купола Этого Дворца И забора Вы ничего Не увидите Так что Не знаю Место Скорее всего Проще будет посмотреть Фотографии в интернете Чем пытаться Вживую Что-то разглядеть Так будет и безопаснее И гораздо больше Сможете увидеть На самом деле Ну а теперь Мы пойдем дальше Следующий Наш пункт назначения Это Остров Садият Он известен тем Что на нем Сейчас Находится Множество музеев И Планируется Его сделать Как я понимаю Каким-то культурным Именно Развлекательным Центром Давайте посмотрим Что там Интересно И еще хочу сказать Несколько слов Про особенности Дорог в Абудаби Первое Что бросается в глаза Это Не так много такси То есть в Дубае Такси вообще много Их прямо Едут они Чередой Друг за другом В Абудаби Такси гораздо меньше Или может быть Они просто Менее заметны Просто у них Другая раскраска Чем у дубайских такси И еще В Абудаби Все дороги Которые Многополосные Они слышны Такими Пупырышками Что ли Не знаю Как они называются Но короче Когда ты Отклоняешься Со своей полосы Когда отклоняешься И на них наезжаешь То они Такой дук-дук-дук Такой звук Задают Дук-дук-дук-дук Если водитель отвлекся Или не дай бог Там задремал За рулем То эта система Сразу его разбудит И поможет ему Встать на свою полосу И вернуться По пути мы решили Заскочить на пляж И немножко искупаться Время уже Как раз Уже предзакатное Солнце уже Клонится к горизонту И Ну вот смотрите Такой здесь вид Открывается На пляж На Абудаби Вода здесь К сожалению Вот смотрите Здесь даже видно Вот вода была здесь Она ушла туда И потом Там вот где буки Там уже довольно мелко Вода всего лишь по пояс Если бы мы приехали раньше Наверное было бы чуть поглубже Итак мы с вами подъезжаем На остров Саадият Сейчас Такой мост Небольшой Горбатый проедем И сразу за мостом Попадем на этот остров Пока мы ехали До острова Саадият Уже солнце село И наступила темнота И вот Вы не поверите Но вот эта дорога Вот такая вот Разбитая вся И песчаная Это дорога В местный лувр Вот Очень мы долго плутали Не могли найти Как к нему подъехать Подобраться Но вот подъехали Подобрались Не знаю Похоже этот лувр То ли не работает То ли что Вот эта крыша Здесь светится Все видно И написано Что дорога закрыта Вообще не понятно Что здесь Знак тупик Не знаю Куда мы заехали Но Знак висел Что вот Дорога на лувр здесь И смотрите Ну это явно Дорога какая-то Не похоже Что это тут Есть какая-то цивилизация Вот А вот Абудаби Там чуть левее Смотрите Красивые огни горят Там Значит Дома Мост Все Красота Там А тут цивилизация Куда-то пропала Ничего не видно Скорее всего Лувр не достроили Может быть Или что-то там Какие-то работы Ну похоже на то Вот эта крыша Светящаяся с огоньками Это и есть Местный лувр И да Там Да Точно Там ходят рабочие Видно И внутри Какие-то работы Проводятся Так что Извините В лувр Не попали Вот Но зато Дай бог В следующем году Или может быть Когда он откроется Удастся попасть Не нам Так вам Кто попал в лувр Кто побывал внутри Напишите в комментариях Что вы интересно Там увидели Ну вот на этом Наше путешествие В Абу-Даби закончилось Мы побывали На Яс-Айланде В самом Абу-Даби На острове Садия Но к сожалению Тут особо ничего Поснимать не успели Видите Темно И похоже Здесь еще много чего Не достроено И теперь возвращаемся Домой В Дубай До скорых встреч Следите за нашими Новыми видео Подписывайтесь на канал Индубай Всем пока-пока Увидимся скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok